Добрый вечер! В эфире телеканала ИТВ программа «Наши новости». Прямо сейчас я, Егор Зайцев, и мои коллеги-журналисты расскажем о самых важных событиях прошедшего дня. Восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд Республики Крым вынес приговор заместителю председателя запрещенного в России крымско-татарского Меджилиса Ахтему Чайгозу. Деньги на ветер. Члены садового товарищества «Колос» утверждают, что их взносы расходуются с явным нарушением. Для того, чтобы решить проблему, люди требуют отставки председателя. Никакие документы не доступны, даже правление, члены правления. Восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор вынес Верховный суд Республики Крым заместителю председателя запрещенного в России крымско-татарского Меджилиса Ахтему Чайгозе. Его признали виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года возле здания парламента. Тогда в результате большого скопления людей в давке погибли два человека. Почти 80 получили травмы различной степени тяжести. Напомним, 26 февраля 2014 года возле здания тогда еще Верховного совета Республики Крым проходил митинг, который после перерос в силовое столкновение со стороны представителей запрещенного в России крымско-татарского Меджилиса, которые, по словам очевидцев, пытались захватить здание парламента. В январе 2015 года Чайгоз был задержан правоохранителями. В 2016-м в Верховном суде Крыма началось слушание дела. В ходе расследования следственными органами была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность Чайгоза к совершению преступления. Допрошены сотни человек, среди них потерпевшие и свидетели. Изучены данные видеоматериалов. Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Чайгозу наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В Крыму задержали серийных домушников, на счету которых 52 ограбления. Организованную группу подозреваемую в более полусотни квартирных краж взяли с поличным. Сначала полицейские задержали 39-летнего керчанина. Он полностью признал свою вину. Вскоре после этого сотрудники управления уголовного розыска установили и двух его подельников, временно проживающих в Судаке. Как выяснилось, подозреваемые познакомились в одной из исправительно-трудовых колоний, где вместе отбывали наказание. Трех рецидивистов оперативники поймали на горячем, когда те брали очередную квартиру. По всем фактам ограблений возбуждены уголовные дела. Решением суда задержанных заключили под стражу. Подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы. В сентябре во всем мире люди отмечают рарную дату – День памяти жертв фашизма. В ходе Второй мировой войны погибло более 50 миллионов человек. Это десятки сотен солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом. Но еще больше – мирных жителей, которые погибали под бомбами в концлагерях от болезней и голода. На траурном мероприятии в Симферополе на месте бывшего концлагеря побывала Мэри Бадунс. День памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. Дата была определена не случайно. Именно на сентябрь приходится две связанные со Второй мировой войной даты – день ее начала и ее полного завершения. Возле мемориального комплекса концлагерь Совхоз Красный с самого утра собираются люди с красными гвоздиками. Это место – настоящая фабрика смерти. За время его существования здесь было убито и зверски замучено 15 тысяч людей. Из них 30% – дети. К вечному огню ложатся цветы, память павших чтят минутой молчания. Это трагедия для Крыма невиданных масштабов. Представьте себе, даже сегодняшний Крым, всего населения в 2 миллиона, что такое 300 тысяч? Это целый город, как Симферополь исчез с лица земли. Более полувека назад огромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. Солдаты разных национальностей сражались до последнего вздоха и победили. Сегодня важным и главным остается борьба с идеологией возрождения фашизма. Именно на эту тему говорили за круглым столом эксперты, политики, ветераны, общественники и представители министерств. Фролова Мария Ильинична не понаслышке знает о всех мучениях и издевательствах, которые выпали на долю узников. Еще девочкой попала в плен к фашистам. Была направлена на завод по изготовлению боеприпасов. Собирать оружие для уничтожения своих соотечественников Мария отказалась, за что была жестоко наказана. Нацисты избили и пытали маленькую девочку. Выжив после расправы, Мария Ильинична попала в концлагерь. Те ужасы, что видела я в концлагере Робинсбрюк, я хочу передать всей молодежи. Не забывайте, что такое фашизм, нацизм и ковичневая чума. Сегодня во всех школах Крыма истории Отечества уделяется особое внимание. Молодежь обязана знать о жертвах и подвигах предков. Как нам говорили на уроках, это самое плохое, что было в мире, потому что фашизм истребил большую часть населения Советского Союза. Война – это очень страшное слово, страшное время. Унесло тысячи жизней, столько страданий, родителей, столько слез. Ну, в общем, смерть – это вообще самое ужасное, что есть на свете. Вторая мировая война по своим масштабам и людским потерям не имеет себе равных. В войну было втянуто в 61 государство в более 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. Ее жертвами стали более 50 миллионов человек. Большие потери понес Советский Союз. Убито около 30 миллионов людей. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Массовые протесты, сборы подписей и требования отставки председателя. В Садовом товариществе недалеко от Симферополя разворачиваются нешуточные страсти. Члены СНТ заявляют, их деньги уходят неизвестно на что. Тарифы увеличиваются, а качество обслуживания только ухудшается. Для того, чтобы решить все острые проблемы, люди вышли на массовый митинг. Садовое товарищество «Колос», расположенное возле поселка Новосбурьевка Симферопольского района, было основано в 90-е годы прошлого века. Земельные участки здесь выдавались работникам пивзавода. Люди буквально с нуля обживали территорию, строили дома, проводили коммуникации и вкладывали все силы для того, чтобы жить стало уютнее. За время существования СНТ «Колос» в нем работало несколько председателей. И вот с последним у членов товарищества возникли существенные разногласия. Никакие документы недоступны, даже членам правления, никакие документы недоступны. Куда направляются наши взносы, мы тоже не знаем. Новую смету нам представили на 2017 год. С увеличением платежей на три раза конкретно вода дорожает. Обоснований на этот счет нет. Сегодня у административного здания садового товарищества собралось более 150 человек. Главное требование людей – досрочное прекращение полномочий председателя правления. Как утверждают местные жители, с начала текущего года цены заводу повысились в три раза. И это при том, что здесь работает своя скважина. Членские взносы также увеличились. Люди просто не могут понять, за что они вынуждены платить, когда обстановка вокруг только ухудшается. Мы на собрании решаем, кому какую зарплату назначать. Сантехникам, электрикам, председателю управления. Она самолично себе повысила зарплату, самолично. И мы ей сейчас должны 70 тысяч. У нас идет перерасход бюджета, у нас же неприбыльная организация. Мы не зарабатываем. Мы на взносах живем. И у нас сейчас минус. То есть мы разваливаемся, крах у нас. Поэтому мы собрали экстренное собрание и хотим вот это восстановить справедливость. Как утверждает Владимир Волков, действующий председатель СНТ по непонятным причинам уволила технический персонал, который обслуживал садовое товарищество. Вместо этого на вакантные должности поставила других людей. Таким образом, новый сантехник находится в Феодосии и добраться до поселения может только в течение шести часов. К сожалению, пообщаться с председателем нам не удалось. От любых комментариев она отказалась, но заявила, собрание является нелегитимным. В свою очередь, местные жители надеются, что смогут взять ситуацию под контроль и все острые проблемы будут решены. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Во второй части нашего выпуска смотрите прямо сейчас. Сориентироваться в сложной внезапной ситуации. В Симферополе в парке имени Гагарина учили оказывать первую медицинскую помощь. Правила золотого часа. Время, за которое можно спасти человека, должен знать каждый человек. Очередной триумф. Футбольный клуб «Крым-Теплица» одержал победу в матче против ФК «Кафа». Теплица больше атаковала, мы больше оборонялись. Следственный комитет Республики Крым разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Преступление произошло в городе Евпатория. Возбуждено уголовное дело. Проведены судебно-медицинские экспертизы потерпевших. Произведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба звонить по номерам телефонов, указанных на экране телевизора. Ежегодно во вторую субботу сентября весь мир отмечает Международный день оказания первой медицинской помощи. Не осталось незамеченной эта дата и в Крыму. Волонтеры Симферопольской медицинской академии учили детей и взрослых самым необходимым умением в деле неотложной помощи. Событие получилось интересным и насыщенным. Как это было, смотрите далее. Гагаринский парк в Симферополе стал в эти выходные местом оттачивания навыков оказания первой помощи. В роли учителей – волонтеры медицинской академии. РЭДСЭТ – так называется специальная команда по обучению неотложной медпомощи всех, кто не владеет врачебной специальностью. Правила золотого часа. Время, за которое можно спасти человека, должен знать каждый человек, независимый – медик он, медработник, врач или обычный гражданин мира. Самые актуальные ситуации, свидетелями которых можно стать невольно, находясь просто на улице, по мнению специалистов – обмороки, артериальные кровотечения и легочно-сердечная реанимация. Школьники всех возрастов с энтузиазмом овладевают полезным опытом, потому что знают – манипуляции, от которых зависит жизнь человека, должен уметь сделать каждый. Ведь никто не застрахован от неожиданных эксцессов. На сегодняшний день очень важно быть неравнодушными, но не только неравнодушными, но еще и профессионально в нужный момент показать, уметь прийти на помощь. Все, наверное, в школе, по телевизору когда-то видели и считают, знают, что они умеют делать искусственное дыхание, но когда ты спрашиваешь, как надо располагать руки, сколько нужно делать качков, сколько нужно делать вдохов, то народ начинает теряться. У добровольцев нет никаких специальных медицинских принадлежностей – ни жгутов, ни бинтов. В реальной жизни на помощь могут прийти лишь подручные средства – наушники, ремни и косынки. Для максимального приближения к реальности всем желающим накладывают медицинский грим. Мы обучаем первой неотложной помощи, что необходимо делать до приезда скорой помощи. Люди справляются, люди заинтересованы, причем разных возрастов. Это даже дошкольники, это взрослые, это пенсионеры. Все подходят, интересуются, всем интересно, и это очень хорошо. Разбитый мотоцикл и потерявший сознание байкер – это сценарий одного из двух предполагаемых ДТП. Врачи показывают алгоритм действий случайных свидетелей аварии, пострадавший герой второго происшествия – водитель легкового авто. Не нарушая соотношение голова, шея, позвоночник, туловище. Крепко держат. Второй движением назад и вверх снимает шлем. Бок о бок с медиками развернули свои площадки представители крымского отделения ДОСААФ. Особый интерес к боевым забавам проявили дети. Здесь каждый мог примерить стрелковую спецэкипировку. Комплект Омега-3. Парашют. Пострелять в электронном тире и собрать-разобрать автомат Калашникова, а также снайперскую винтовку Драгунова. Анастасия Сухарева, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. Вслед за двумя ничьями и поражением в стартовавшем чемпионате Крым-Теплице удалось одержать первую победу. В поединке четвертого тура молодежницам на их поле противостоял принципиальный соперник Феодосийская Кафа. Завоевать первые три очка в нынешнем чемпионате подопечным Артура Оленина удалось благодаря точным ударам Якова Эрлиха и Сергея Мельника. Уже со стартовых минут матча хозяева поля обозначили игровое территориальное преимущество. На 16-й минуте Крым-Теплице удалось забить быстрый гол. Впервые в футболке молодежненской команды отметился нападающий Яков Эрлих, пополняющий ряды Крым-Теплица накануне сезона. После забитого мяча Крым-Теплица действовала в атаке еще более оживленно. Активную игру продемонстрировали футболисты команды Сергей Мельник и Максим Приходной. Неоднократно после острых действий в исполнении этих футболистов Кафу спасала внимательная игра защитников и вратаря Филиппа Маслоеда. Несмотря на отсутствие серьезной контр-игры, под занавес первого тайма Кафе все-таки удалось отыграть мяч. Сделали это феодосийцы после стандартного положения. Передачу в штрафную площадку замкнул подключившийся на розыгрыш штрафного Георгий Березов. При счете 1-1 команды отправились на перерыв. Теплица больше атаковала, мы больше оборонялись. Так по построению игры, конечно, получше выглядеть. Теплица, она по сыграннее. По сыграннее у них состав так покрепче намного, чем наш. Но ребята, что-то сегодня вышли, там старались. Так самоотдача, самоотдача старались. Ну, практически, так, если убрать некоторые эпизоды, мы пытаемся начать с малого, в обороне действовали неплохо. После возобновления игры активизировались обе команды. Но острота чаще возникала все же у ворот Филиппа Маслоеда. Его команду по амплуа и бывшего тренера по команде Давида Гегалаева тренерский штаб Крымтеплицы поменял в перерыве, выпустив на поле дебютанта Арнольда Крегера. Впрочем, последнему не приходилось часто вступать в игру ввиду уверенных действий футболиста в защитной линии. Ближе к середине второго тайма острота все чаще и чаще возникала у ворот Кафы. Активную игру продемонстрировали Максим Приходной и Сергей Мельник. К слову, именно последнему удалось забить победный мяч и свой десятый в футболке Крымтеплицы с учетом предыдущего чемпионата. Феодосийцы нарушили правила штрафной площадки, и севастопольский арбитр Роман Бахняк без колебаний указал на точку. Восьмой номер Крымтеплицы воспользовался шансом, эффектно разведя Филиппа Маслоеда и мяч по разным углам 2-1. У нас так исторически сложилось за прошедший год, что очень тяжело играл СКафы. И хотя сегодня первые минуты были такие обнадеживающие, и казалось, что в принципе в этот раз должно быть полегче, но пропустили гол необязательный в раздевалку. И потом, конечно, уже мандраж был, потому что эта победа была нам кровь из носа нужна. Ну, слава богу, что так получилось. После второго забитого мяча Крымтеплица была гораздо ближе к развитию успеха, нежели ее соперник, пытающийся восстановить равновесие. Хорошие голевые шансы создали тот же Мельник, эффектно разобравшийся защитником штрафной площадки, и Максим Приходной, не реализовавший чистый выход 1-1 с фратарем после передачи в исполнении бразильца Лукаса. Мы наигрывали тактику, у нас все хорошо получалось, в обороне компактно играли, и поэтому они не создали голевых моментов, кроме как стандарты. Стратегия на матч была выбрана, мы ее придерживались, и, на мой взгляд, это принесло плоды. Мы довольны победой всех ребят, которые в команде всех поздравляют с максимальной самоотдачей, с желанием и с пониманием того, что нам было необходимо. Отметим, с учетом кубкового противостояния, Крымтеплица и Кафа провели уже седьмую очную встречу. В прошлом сезоне именно феодосийцы были командой, против которой действовать Крымтеплице было сложнее всего. Лишь в четвертом круге тогда еще подопечные Владимира Пашихонцева сумели одержать свою первую победу в чемпионате. Второй положительный результат матча был зафиксирован в ответном противостоянии четвертьфинала Кубка Крыма. Тогда тепличники одержали минимальную победу 1-0. В четырех турах подопечные Артура Оленина сумели набрать 5 очков. На очереди выездное противостояние с Бахчисарайским Кызылташем, а также домашняя встреча с действующим чемпионом премьер-лиги Севастополя. Егор Зайцев, Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. На этом у меня все. В студии для вас работал Егор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин